Друзья, наверняка в ваших антресолях и чуланах пылятся интересные старинные вещи, за которые вы могли бы заработать хорошие деньги. На сайте Виолити можно провести оценку, выставить на торги и заработать на продаже антиквариата и не только. Ссылка на аукцион Виолити и канал YouTube будут под видео. Приветствую вас, друзья, подписчики и гости канала. Меня зовут Юрий. Получил я уже давно бандерольку, подарок от друга Валерия, канал Кладоискатели. И сейчас мы вскроем подарок и посмотрим, что же прислал мне Валерий. В принципе, я догадываюсь, мы с Валерой дружим давно, каналами общаемся. Они неоднократно уже высылали друг другу бандерольки, подарки. И в этот раз Валерий мне сделал тоже презент, подарок. Я, в принципе, уже знаю, что там. Я не выдержал столько времени, чтобы не посмотреть. Сейчас мы с вами, как говорится, и рассмотрим, что же внутри письма бандерольки. Ну вот, друзья, вот такой замечательный подарок прислал мне Валерий. Он знает, что я собираю крестики. Помимо монет и прочего, мое хобби и увлечение – это еще и крестики. Валерий в одном из видео говорил, что он крестики не собирает. Ну, есть в его коллекции три определенных крестика, которых он себе оставил. Вот. А это, как говорится, подарок от Валерия. Очередной подарок мне. Потому что ранее, где-то года два назад, Валерий мне уже высылал крестики. И ссылка будет под видео на тот ролик, какой подарок мне сделал Валера. Там я сделал очень интересное видео в 3D формате. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Сейчас я не стал заморачиваться, нет времени. Ну и, как говорится, это трудоемкая работа. И так я задержал видеопоказ подарка от Валерия. Но смотрите, друзья, какие прекрасные крестики прислал мне Валера. Какие находки. Просто изумительные крестики для моей коллекции. Просто блестящие. Вот такие вот крестики. Это где-то крестик 19 века. Вот такой изумительный нательный крестик. Вот еще одна разновидность крестика. Более распространенная. Вот замечательный тоже крестик. В отличном состоянии. Пополнит мою коллекцию. Далее. Изумительный крестик. Лепесток. Как говорится, на Руси были такие вот крестики. Лепестки. Их называли. Где-то 18 век. Вот такая вот прекрасная работа старого мастера. И вот такой замечательный крестик. Согласитесь. Он красив и замечательный. Просто идеален. Далее. Далее, ребята, это серебро. Царское серебро. Крестик сохранил эмали. Часть эмали. Ну, конечно, нету уш. Проушины. Но это все реставрируется. Все делается. Смотрите, какой замечательный. Просто идеальный рисунок на крестике. И, как говорится, это все-таки, друзья, серебро. Видите, проба царская. Даже двойная. Надеюсь, вам видно. Вот такой вот прекрасный серебряный крестик. Также подарил мне Валерий. И еще один серебряный крестик. Это где-то уже тоже серебро. Где-то 19-е, начало 20-го века. Тоже, как видите, с пробой. Такой вот замечательный подарок от Валерия. Просто изумительные крестики. Друзья, также поддержите канал Валерия. Ссылка на канал Валерия будет также под видео. Замечательный у Валеры канал. Это и поисковый канал, нумизматический канал. У него классная собака Варька, которая помогает ему копать. Тоже копательница. Валерий находил очень интересные находки. Не буду рассказывать, в каком формате. Вы сами зайдете, подпишетесь, увидите. Просто изумительные находки. Море эмоций. Особенно того года. Желаю Валерию в этом году также кладуху, подкатуху. И всего самого наилучшего. А вы, друзья, подписывайтесь на Валерийный канал. На мой канал. Всем здоровья, удачи. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok